Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 сентября и наконец-то я добралась до самого интересного сорта Казанова. Я долго не знала, как его, чтобы он весь вошел, показать вам, чтобы вы увидели, какой он красивый. Но вот сегодня специально вынесла штатив, видите, вот так вот, чтобы показать его во всю высоту. И потом еще специально подойду к нему, и вы сравните меня и его, и увидите, какой великан у меня вырос нынче Казанова. Ну, вообще, изначально у нас ассоциируются томаты, конечно, с красным круглым. С детства синий он уже помидор, и, конечно, первые томаты, они были такие красные круглые, но вот сейчас селекционеры наши не сидят на месте, они все новые и новые сорта изобретают. Особенно много новинок у наших сибирских селекционеров. Вот этот сорт Казанова, это тоже сибирский сорт. И благодаря нашим сибирским селекционерам, вся наша страна выращивает не только вот такие выносливые, урожайные томаты, но и вот такие вот оригинальные, такие как Казанова. Вот сейчас я сегодня хочу познакомить с этим сибирским сортом, вот с пикантной формой плодов. Я сначала издалека вот так вам покажу, потом подойду, покажу его кустами. Если начать с описания, то сразу мы начнем с того, что он молодой. Если я про Петрушу говорила, что он в госреестр, внесли его в 2013 еще году, то этот в госреестр внесен только в 2017 году, и многие садоводы и огородники о нем даже не знают, не слышали, не выращивали. Я тоже его нынче посадила первый раз по рекомендации одной женщины, она принесла мне прям помидорку, дала, сказала, выращивай, очень хороший, очень урожайный, проверено. Вот такой же сорт есть Аурия, мне прислали семена, но те немножко поменьше, а эти вот прям огромные, такие 20-сантиметровые есть в длину. Сорт этот изобрел тот же самый дедерко Владимир Николаевич, который и про Петрушу я говорила, что это дедерко, он у нас патентообладателем считается. В Новосибирске это все происходит, то есть все сибирский. Он является среднеспелым, относится к индетерминантным, то есть он не ограничивает сам свой рост, видите, какая у него высота, он выше всех томатов, и мы сами должны формировать куст и ограничивать именно высоту. Вырастает, написано, что 2 метра, но у меня он вырос, мне кажется, уже больше 2 метров, а в теплице вообще, по подкрышей уже ползет, там около 3 метров. Он рекомендован для выращивания во всех регионах, но почему-то производитель заявляет, что в открытом грунте его можно выращивать только на юге, а северяне должны садить в теплице. Но вот с этим высказыванием, с этой рекомендацией я очень бы поспорила, потому что, смотрите, растет в Сибири, вызревает прекрасно, плоды хорошие. И вообще мне кажется парадоксом, парадоксальным явлением, что сибирские селекционеры выводят сорта, которые можно выращивать в открытом грунте только южанам, а нам, как мы считаемся, холодные регионы, нужно их выращивать в теплицах. Мне кажется, должны выращивать наши сибирские селекционеры, изобретать сорта для открытого грунта, именно для нас. Вот я нынче испытала, посадила его и в теплице, и в открытом грунте. И что удивительно, в открытом грунте он дал больший результат, он больше обвешан вот этими вот сардельками, обвешан очень густо. Вы видите, чем выше там, чем дальше в лес, тем толще партизана. Видите, там все больше, больше, больше этих сарделек. И ничего ему, не такая непрохладная погода. Вот сейчас 3 сентября, ой, да, правильно, 3 сентября, я все август хочу сказать. Сегодня 3 сентября, и он еще у меня в открытом грунте. Смотрите, какая зеленая листва. Другие я уже убрала, и они уже позасыхали. Этот еще растет, еще цветет, еще выпускает новые зеленые листья. Я его не ограничиваю. Хочу посмотреть, насколько до конца он будет идти, вот до какого предела, до какой низкой температуры. Так что, если вы прочитаете на пачке, что это тепличный сорт, и в интернете везде указано, что это сорт для теплиц, для тепличного выращивания, не верьте на слово, проверьте на своем участке, я проверила, для открытого грунта идеально мне подходит, на будущий год буду садить в открытом грунте. Потому что в теплице, нынче было жаркое лето, в теплице было плюс 45, он закучерявил листья, и он вот к повышенным температурам, наоборот, отнесся в теплице, ну не очень хорошо, в открытом грунте он получился у меня лучшим. Ну и пишет производитель, что наилучшие результаты томатка занова дает при формировании в один или два ствола. Все остальные пасынки нужно обрывать. Я тоже так не сделала, вы видите, что у меня там густота там не в два, там и три, может и четыре ствола, я оставила все. Но это я вам как говорю, что хочу испытать, на что он способен. Плоды такой необычной удлиненной формы, с раздвоением, ну и бывает не только раздвоение, я вам потом покажу, там еще раздвоение, бывает еще с набалдажничками, вот с такими, очень интересный, с набалдажничком раздвоение. Потом, вот он вообще заявлен как салатный, но так как я первый год выращиваю, я его пробовала только в свежем виде, да, как салатный он, как никаких претензий нет. Но люди, которые мариновали, говорят, что он и в консервации тоже хорошо себя ведет. Он плотная кожица, не трескается, и они, вот благодаря вот этой форме с агоровидной такой, пальчики вот эти, они очень хорошо укладываются в банку. Единственное, из-за того, что сорт очень мясистый, там много, большой процент сухих вот этих веществ, на сок он не очень, его рентабельно, очень мало сока, он получается как кашеобразная такая масса. Но еще производитель заявляет, что томат сорта казанова хорошо хранится, его можно транспортировать, и он не мнется, опять же, из-за того, что он такой, плотная у него мякоть, он не мнется, не трескается. И еще обращают внимание, что если вы захотите его хранить и создадите условия, например, такая температура пониженная 6-10 градусов, ну, короче, в подвале, влажность указывается большая, то томаты казанова могут пролежать до Нового года. Вот это я нынче проверю, и зимой вам обязательно скажу, прохранились они сколько, и, ну, как, вообще, как они хранятся. Ну, указано, что их нужно рвать не спелыми, а в фазе молочной спелости. У меня вот много кустов в другом конце огорода, они такие же огромные, увешанные вот этими сардельками, они от тяжести сломались, деревянные палки, и они упали. И вот те, которые упали, кусты валяются сейчас у меня на земле, я хочу их снять вот в фазе молочной зрелости и положить на хранение. Я потом обязательно вам скажу, правда это или нет, что он может долежать до Нового года. Ну, и хотя бы не до Нового, хотя бы два месяца, если пролежит. Сентябрь, октябрь, пусть он в ноябре, в декабре мы его покушаем. У нас в это время уже лютая зима будет. И еще, конечно, заявлено, что у него хорошая урожайность, 12 килограмм с каждого квадратного метра, но это можно даже не проверять, я это уже на себе испытала, но все они увешаны вот этими сардельками. Кусты очень тяжелые, у меня вот упал вчера, я хотела поднять. Там очень большой вес, и там даже, по-моему, больше 12. Ну, опять же, 12 килограмм мы получаем, если соблюдаем мы все агротехнические приемы. Вот видите, у меня был кол, я еще вставила деревян эту металлическую вот такую вот трубу, потому что они все падают, они падают. Сейчас я подниму наверх камеру, и вы сравните, какой рост у меня и какой у меня выростка Занова. Так, вот. Вот, а потом вниз опущу. Вот, смотрите, я метр шестьдесят пять казанова, я даже уже не могу достать его до конца. И такие все кусты в открытом грунте. Вот здесь я не стала их уже подвязывать к дополнительным кольям, но они тоже вот такой же высоты. Они все вот так вот у меня завалились. Если кто-то будет выращивать казанова на будущий год, пожалуйста, ставьте более высокие такие вот. И вот здесь вот все-все-все-все-все-все у него увешано. Так, теперь сейчас опущу вниз спелые грозди. Неудобно, когда он длинный. Сордыльки, конечно, вот там указано было по четыре, по пять плодов. У меня вот эта кисть. Вот, смотрите. Раз, два, три, четыре, пять. Семь плодов. Всякие. Один вот такой раздвоенный конец. Этот с каким-то снобалдажничком, этот совсем другой. Они вот, как бы, природа как будто бы хочет пошутить с нами. Смотрите, какие-то из... Я смеюсь. Ну, это точно, это какая-то, как усмешка природы. Есть и изогнутые, и ровные. И вот каких только форм нет. И все, это казанова. Ну, конечно, кисти, они очень красочные, очень декоративные. Эстетически смотреть на них очень приятно. Уже подспели? Вот видите, в руке какие. И я думаю, что засаливать их тоже очень хорошо, потому что вот поставил в баночку. Вот у меня нынче первый год. Мне очень понравился сорт казанова. Рекомендую. Еще посмотрим, может быть, и хранится до Нового года. Все, до свидания. Вот это знакомство с сортом казанова. Меня уже давно просили показать, рассказать о нем. Мое мнение. Я от этого сорта нынче в восторге. Сейчас насобираю из спелых. Я уже снимала один раз плодов. И наложу на хранение в фазе молочной зрелости. А те, которые останутся, сильно маленькие наверху. Ну, посмотрю, до какого числа можно держать казанова на улице. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Сорт казанова. Продолжение следует.